и снова здравствуйте в этот пятничный вечер мы рады вас приветствовать на канале крипто comments а в нашем выпуске newsblock крипто мы расскажем вам которые вы не имеете права пропустить а мы не имеем права не рассказать ведь как мы все знаем осведомлен значит вооружен но перед тем как мы продолжим уважаемый зритель и если тебе этот выпуск понравится пожалуйста поставь лайк ведь это маленькое действие для нас имеет огромное значение ведь мы правда стараемся и так в сегодняшнем выпуске blackrock и сек провели встречу на которой обсудили spot bitcoin и тиф комиссия по торговле товарными фьючерсами сша предупреждает крипто бирже говоря что финанс это только начало пошаговая инструкция как насмешка от взломщика кибер своп биржа htx бывшая хобби глобал обещает восстановить свои сервисы в течение 24 часов после взлома на 30 миллионов долларов и завершить наш выпуск аналитика рынка от кевина свенсона оставайтесь с нами и так обсуждение по запуску spot bitcoin и тиф уже переросли в очные встречи представители blackrock и nasdaq встретились с комиссией по ценным бумагам и биржам сша чтобы обсудить предлагаемое правило разрешающий листинг торгуемого на бирже фонда по spot bitcoin или и тиф для своего траста ай шарс компания blackrock может использовать модель погашения в натуральной или денежной форме реакция сек пока неизвестно при этом многие полагают что сек возможно близко к принятию решения о спотовом bitcoin и тиф для листинга на рынках сша случае одобрения это станет одной из наиболее значительных положительных тенденций в массовом внедрении криптовалюты и еще один важный момент несколько дней назад в своем интервью bloomberg комиссар сек заявила что в настоящий момент она не видит никаких причин для того чтобы отказать заявкам по spot bitcoin и тиф давайте послушаем одну минуту из этого очень важного разговора что ж комиссар пару слов о том какие сейчас разговоры происходят у вас внутри сек не важно это разговоры между комиссарами или комиссаром и председателем по многочисленной информации на тему которая сильно привлекает внимание относительно spot и тиф это обсуждение с представителями тех компаний которые подают данные заявки и сотрудниками сек не могли бы вы пролить свет на то как вы как комиссар вовлечены в данное обсуждение или же это происходит на более низком уровне персонала знаете я на самом деле не могу это комментировать но я считаю что было достаточно открыто что с момента первых заявок на и тиф прошло уже много лет и сейчас для нас нет никаких причин стоять на пути bitcoin продуктов торгуемых на биржах конечно же каждый конкретный случай необходимо разбирать отдельно ведь они имеют уникальные факты и обстоятельства но я уже не один раз говорила о том что я не вижу причин по которым и эти заявки отклоняли самое главное в этих новостях заключается в том что похоже усек нет секретного оружия которое бы могло перевернуть картину с и тиф и если даже комиссар сек говорит о том что не видит причин для неодобрения и тиф то это значит что вероятность принятия и тиф высока как никогда комиссия по торговле товарными фьючерсами сша дает жару регулятор предупреждает крипто бирже заявляя что binance это только начало буквально через два дня после вынесения binance штрафа на сумму 4 3 десятых миллиарда долларов сейф тиси выпустила строгое предупреждение другим крипто биржам намекая на аналогичные действия в будущем говоря о дальнейшем развитии событий комиссар cftc кристи голдс метро мэра добавила на рынках сша нет места пиратским кораблям а доступ к американским клиентам это привилегия они права спасибо кристи пойду открою окно но кристи не одна и бежит на помощь ее коллега каролайн дефам которая подтвердила глобальную юрисдикцию safety си недвусмысленно заявив что регулирующий орган будет продолжать предпринимать усилия против даже не американских организаций что здесь можно сказать на празднике безумия в сша похоже полным ходом идет соревнование за самого безумного регулятора вопросов нет что закон соблюдать нужно но ребята объясните почему вы так злы на крипто и скорее всего мы знаем ответ на этот вопрос детальный разбор данной ситуации вы можете посмотреть в нашем юмористическом видео от cvcb ссылочка будет в описании очередная декс пострадала от рук хакера который вдобавок еще и выложил инструкции о том как ее ломать децентрализованный биржа киберсвоп мы течение платформ на базе эфириум стала очередной жертвой атаки потеряв около 47 миллионов долларов и все из-за уязвимости в мгновенном кредите но не удовлетворившись кражей средств хакер нагло разместил в сети сообщения с подробным описанием того как можно манипулировать протоколом и использовать его код но спустя некоторое время после завершения атаки стало понятно что хакер возможно хочет вернуть украденные средства или надеяться на вознаграждение вместе с иммунитетом от судебного преследования атака стала возможна благодаря уязвимости в механизмах ликвидности киберсвоп посредством мгновенного кредита это такой кредит при котором заемщику не нужно предоставлять залог заранее он возвращает заемные активы в рамках одной и той же блочной транзакции наши рекомендации относительно децентрализованных финансов вы хорошо знаете это очень интересные и перспективные проекты но они крайне уязвимы это подтверждает статистика которая к сожалению не утешительно но самое печальное что в некоторых случаях средства пользователей не удается вернуть а пользователи это мы с вами поэтому будьте осторожны а средства храните только в собственных кошельках где вы управляете своими приватными ключами после успешной атаки на htx биржа обещает восстановить свои сервисы в течение 24 часов биржа htx ранее известной как хобби глобал заявила что возобновит ввод и вывод средств в течение 24 часов после взлома произошедшего 22 ноября в результате которого было украдено 30 миллионов долларов в результате атаки на несколько своих горячих кошельков htx потеряла 30 миллионов инцидент произошел после атаки на блокчейн мост htx эко включающий проект htx струн и бит торрент в результате чего было украдено 86,6 миллиона долларов напомним что все вышеупомянутые организации связаны или де-факто контролируются китайским блокчейн предпринимателем джастином саном за последние два месяца htx и другие связанные с саном организации подвергались взлому четырежды самым крупным из них стал эксплойт биржа полонник с 10 ноября стоимостью в 100 миллионов долларов вызваны утечкой закрытого ключа что ж а как вы думаете какие здесь можно сделать выводы пожалуй такие что крупные и хорошо известные бирже вероятно смогут вам вернуть похищенные средства проекты поменьше не факт но главное хранить ваши средства нужно только на ваших собственных кошельках и вот это факт и завершает наш пятничный выпуск аналитика рынка от кевина свенсона кратко крупными мазками только самое главное и никакой лирики кевин расскажи что там по рынку что же следующая цель для биткоина находится где-то около сорока одной тысячи если мы посмотрим на график биткоина и построим сетку фибоначчи по коллапсу ftx от вершины до низа вот так то увидим что мы идем по данным целям в точности в течение всего года самого начала года вот здесь и с тех пор мы буквально останавливаемся на каждом из этих уровней с удивительной точностью в виде зон сопротивления здесь у нас образовались восходящие низы это позитивные новости но вероятно что bitcoin пробьется до 41 тысячи вот отсюда и также вероятно что bitcoin продолжит сохранять свой бычий настрой двигаясь все дальше пока не будет обратного если мы пойдем на уровне выше 4 2 3 6 к 41 тысячи что является вероятно следующей целью для биткоина так что следим кевин спасибо тебе большое вот уж действительно ничего лишнего а чтобы и в данном выпуске не было ничего лишнего лишь напомню что лайк подписка комментарий это огонь и попрощаюсь с вами до следующего выпуска хороших выходных и всем пока